Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире телеканала Кустанай, программа Первая студия. Меня зовут Роман Попов. Сегодня мы поговорим о здоровье. Ни для кого не секрет, что в современном мире существует огромное разнообразие болезней, но есть среди них одна, которая выделяется тем, что с одной стороны о ней много говорят, а с другой вокруг нее ходит множество мифов. Это СПИД – болезнь, которая развивается в результате заражения ВИЧ-инфекцией. А беседовать мы будем с нашими гостями из Кустанайского центра по профилактике и борьбе со СПИДом, заведующей организационно-методического отдела Нагимой Ташетовой и врачом-эпидемиологом Аидой Микибаевой. Здравствуйте, дорогие друзья! Ну, давайте начнем с того, как в нашей области на данный момент обстоит дело с СПИД, с ВИЧ. И, наверное, немножко надо сказать, чем отличается ВИЧ от СПИД. Добрый день! Начну я об эпидемиологической ситуации в Кустанайской области. Ну, непосредственно такое вот начало о том, что за все время развития эпидемии в мире всего зарегистрировано порядком около 77 миллионов случаев ВИЧ-инфекции. В настоящее время, по оценочным данным, проживает около 39 миллионов людей, живущих с ВИЧ. Проблема ВИЧ с СПИД, она актуальна во всем мире в целом, потому что ежегодно выявляется не менее одного случая ВИЧ-инфекции. Если рассматривать, конечно, говорить о нашей республике, то у нас выявлено 38 545 случаев ВИЧ-инфекции. При этом Кустанайская область занимает шестое место по распространенности ВИЧ-инфекции в Республике Казахстан. Также хочу отметить, что регистрация случаев осуществляется во всех административно-территориальных единицах нашей области. Если более подробно говорить о цифрах, то кумулятивно, то есть с момента регистрации первого случая, у нас выявлено 2907 случаев ВИЧ-инфекции. При этом умерло 786 человек, и лиц, живущих с ВИЧ от общего числа выявленных, у нас составляет 1923 человека. Также хочу отметить то, что более 92% от общего числа выявленных лиц у нас приходится на возрастную категорию в возрасте от 15 до 49 лет. И этот факт является тревожным не только потому, что это люди у нас молодые, трудоспособные, в первую очередь это люди детородного возраста. Поэтому мы всегда говорим об этом, что говорить о вопросах, касаемых профилактики ВИЧ-инфекции, уже нужно начинать с раннего возраста. Ну, имеется в виду со школы. Также хочу отметить, что, в принципе, если вот так вот рассматривать, да, в общем, то ситуация с распространением ВИЧ-инфекции в Казахстане, всё-таки она является одной из самых благополучных в мире, так как мы занимаем первое место в списке стран с низкой распространённостью возрастной категории от 15 до 49 лет. Ну и тем не менее, с каждым годом мы стремимся к стабилизации эпидемиологической ситуации. Таким образом, во всех областях, то есть в Республике Казахстан действуют определённые профилактические программы, которые связаны с раздачей шприцев, презервативов, лубрикантов. Также проходит просветительская работа. Осуществляется обследование населения, как ключевых групп, так и общего числа населения. Но тем не менее, всё-таки, да, ВИЧ-инфекция, она приняла такой поворот, что она начала выходить за пределы ключевых групп населения. И таким образом постепенно половой путь передачи начинает наступать на пятки парентеральному пути передачи. И таким образом происходит, да, то есть инъекционным путём, и таким образом происходит заражение общего числа населения. То есть тех людей, которые, как вот раньше принято было думать, не относятся ни к наркопотребителям, не относятся ни к другим ключевым группам населения. То есть к зоне риска они не относились, а теперь подобрались в полную. То есть, да, постепенно у нас начинает к парентеральному пути передачи подкрадываться и половой путь передачи. Но среди населения всё равно до сих пор нет чёткого понимания, чем ВИЧ отличается от СПИД. Что это вроде как бы две разные части одного целого, да, две головы одной гидрю. Вот давайте ещё раз объясним, что такое ВИЧ, что такое СПИД, чем они отличаются друг от друга. Совершенно верно. Зачастую, когда мы проводим пиемиологические расстреления с ВИЧ-позитивными людьми, люди задают такой вопрос, что я больным СПИДом, да. Вот люди полагают, что ВИЧ и СПИД – это одинаковые единые понятия, да, и ничем они не отличаются. В чём совершенно глубоко они ошибаются. Ведь между ними разница исчисляется порой 10-12 годами жизни, да. И давайте немного внесём ясности, да. Если же ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека, попадая в организм, вызывает само заболевание, да, и приводит к дефициту иммунитета, то СПИД-синдром, приобретённый иммунодефицита, это синдром, к которому приводит само это заболевание. То есть, проще говоря, первое – это начало второго, да. И чтобы, например, СПИД развился, нужно, чтобы с момента инфицирования прошло около 10-12 лет. И если с ВИЧ-инфекцией человек может полноценно жить, ну, исключая такие тяжёлые стадии заболевания, да, то синдром приобретённого иммунодефицита у человека в жизни находится в постоянной опасности, да. И вот, как я ранее говорила, что с момента инфицирования должно пройти 10-12 лет, да. И СПИД является, это у нас конечной стадией. И если рассматривать СПИД и ВИЧ, то диагноз синдрома приобретённого иммунодефицита остается только тогда, когда пройдёт несколько лет после инфицирования. И начнутся такие тяжёлые заболевания, да, их называют оппортанистические заболевания. Это те заболевания, которые также называют сопутствующими заболеваниями. К примеру, менингит, пневмоцистная пневмония, туберкулёз при отсутствии лечения, который приводит именно к смертности. И в основном у нас туберкулёз – это первопричина, да, которая приводит к летальности. Также можно сказать, что если же ВИЧ у нас подаётся лечению, и если его не лечить, то уже у нас наступает стадия именно синдрома приобретённого иммунодефицита человека. Но грамотно составленная антиретровирусная терапия, она позволяет улучшить не только качество жизни, но и улучшает продолжительность жизни, увеличивает продолжительность жизни. ВИЧ – это сокращённо, да, вирус иммунодефицита человека. Он вызывает болезнь СПИД, то есть СПИД – это следствие. Это синдром, это следствие ВИЧ-инфекции. И у нас выделяют три пути передачи, то есть ВИЧ-инфекция, она просто так не возникнет, не нужны пути передачи. Это половой, парентеральный, вертикальный. Половой – он сам говорит за себя, это через незащищённые половые контакты, парентеральный – через заражённую кровь. Как ранее Нагимай Джанна говорила, что первое место у нас занимает именно парентеральный путь при совместном употреблении инъекционных наркотиков. Также к этому пути можно отнести медицинские вмешательства при отсутствии стерильности или такие услуги, как татуаж, нанесение тату, то есть при нарушении целостности кожных покровов и слизистых оболочек. И последний путь – это вертикальный путь. Это когда вирус передаётся от матери плоду во время беременности, родов, а также при кормлении грудью. Почему при кормлении грудью? Потому что в основном вирус, большая концентрация, находится в грудном молоке. И в таких жидкостях, как кровь, например, сперма и вагинальный секрет. Но в малых количествах, которые не могут передать данный вирус, находится это в моче, в фекалиях, потовой жидкости и слёзной жидкости. И, например, у нас люди, когда находятся, зная, что человек ВИЧ-положитель находится в одном помещении, они боятся общаться с ними. Здесь у нас отсутствует бытовой и воздушно-капельный путь. То есть ВИЧ у нас не передаётся при рукопожатиях, при поцелуях, объятиях, при посещении одного места, например, пребывания, при использовании туалета, ваун, саун, тренажёрных залов, при использовании полотенец, постельного белья. То есть бытовой и воздушно-капельный путь у нас полностью исключён. И ещё раз, что такое СПИД с точки зрения течения болезни? То есть, по сути, у человека развивается иммунодефицит, и те болезни, которые у обычного человека не вызывают каких-либо осложнений, они начинают действовать, иммунитет падает, начинают действовать на обычный. То есть СПИД – это, конечно, терминальная стадия ВИЧ-инфекции. То есть у нас существует 4 стадии, и СПИД – это, конечно, четвёртая стадия, когда уже угнетены все силы иммунитета, и организм уже не может справляться с теми заболеваний, как вы совершенно верно сказали, здоровый организм может справиться, а организм ВИЧ-позитивного человека не может. И что в итоге, если вовремя не предпринять лечение, может привести к летальности. А вы сказали, что ВИЧ лечится. Но лечиться – это имеется в виду купируется, да? То есть полностью вылечить нельзя. Полно. Какие вот методы лечения на данный момент сегодня существуют? Смотрите, получается, в Казахстане, как и во всём мире в целом, лечение осуществляется согласно клиническим протоколам лечения. То есть какие-то либо эксперименты проводить с пациентами строго запрещено. У нас существует трёхкомпонентная антиретровирусная терапия, которая блокирует размножение вируса, в соответствии с чего прогрессирование болезни не осуществляется. В случае, если человек, конечно же, не будет принимать препараты, то болезнь начнёт прогрессировать, что приведёт к фатальным последствиям. В таком случае всем своим пациентам мы всегда не то чтобы рекомендуем, мы их призываем к тому, чтобы они принимали препараты. И когда они принимают препараты, принимали их согласно установленному режиму. То есть также хочу сказать, что лечение ВИЧ-инфекции, оно пожизненное. И учёные мира, они каждый день работают над адаптацией этой схемы. И я считаю это большим достижением то, что если раньше приём таблеток у нас составлял 15-20 таблеток в день, то на сегодняшний день приём сократился до одной таблетки в день. То есть растёт эффективность лекарства, во-первых, а во-вторых, постоянно развивается... Совершенствуются, да. И если говорить о лечении ВИЧ, человек, который принимает антиретровирусные препараты, он продолжает оставаться заразным? Смотрите, получается, вирус ВИЧ, он в организме остаётся у человека до конца жизни. То здесь есть такой момент о том, что если человек принимает его, то препараты блокируют произвножение вируса. И если человек будет согласно всем необходимым мероприятиям соблюдать их, то количество вируса может свестись к нулю. То есть вирусная нагрузка станет неопределяемой. Вирус будет в организме, но он будет неопределяем. Да, в очень малых количествах. Но заразить при этом он может? То есть человек всё равно должен быть осторожен, да? Ну, это соответственно, да, конечно. Я имею в виду здорового человека. До этого вы говорили, что люди умирали от СПИДа 10-12 лет, и всё. И человек начинал болеть СПИДом и очень быстро угасал. Но на данный момент, получается, я, насколько знаю, ВИЧ – это уже не приговор смертельный, да? Это вполне, если лечить его, если вовремя обратиться к специалистам, можно продлить себе жизнь до какого срока? Насколько вообще? Ну, смотрите, лично для ВИЧ-позитивных людей в медицине, да, антиретровирусная терапия – это чудо, это средство, которое позволяет, да, сохранить жизнь и здоровье ВИЧ-позитивных людей. ВИЧ-инфекция – это хроническое заболевание, которое подаётся контролю с помощью антиретровирусных препаратов, да. Но у нас ВИЧ-инфицированные – это такие же люди, как и все остальные, да, за исключением того, что у них в организме находится вирус. То есть антиретровирусная терапия, как ранее говорилось, предполагает собой приём препаратов, да, на ежедневном уровне. То есть каждый день ВИЧ-позитивные люди должны принимать препараты. Существует множество заболеваний, при которых необходимо принимать препараты, да, то же самое, что и сахарный диабет или, например, артериальная гипертензия, да. Если же данные люди не будут принимать препараты, то у них ухудшается здоровье, у них болезнь прогрессирует, да, появляются осложнения. Но если же они принимают препараты, у них улучшается качество жизни и продлевается жизнь, да. Есть также хороший посыл, что N равно N, то есть неопределяемое равно непередаваемое. Что это означает? Неопределяемая вирусная нагрузка равно непередающей ВИЧ-человек, да. И наш центр может определять специальными диагностическими лабораторными анализами количество вируса в организме человека. Этот анализ называется вирусная нагрузка, да. И когда он снижается до нулевого уровня, мы его назваем неопределяемым. И вот возможность антиретровирусной терапии, это снизит уровень вируса в организме, что позволяет в дальнейшем рождению здоровых детей у ВИЧ-позитивных людей, да. Или если, например, в паре есть ВИЧ-позитивный человек, а половой партнёр у него ВИЧ-отрясательный, то исключает возможность заражения, да, супруга, там, полового партнёра, например. И продолжительность жизни, получается, возрастает до обычной, как у обычного человека, правильно? Да. Что вы имеете статус, что вы не имеете статус, да. Но исключение – это нужно принимать антиретровирусную терапию. Но это уже зависит от ответственности самого человека. Если он, если ВИЧ-позитивный человек руководствуется рекомендациями врачами, строго соблюдает свой режим приёма препаратов, да, сохраняет здоровый образ жизни, да, то всё у него будет хорошо, он будет жить его ещё очень-очень много лет. А лечение осуществляется, это получается, бесплатно? Как вообще производится эта терапия? Насколько у нас обстоит дело с обеспечением лекарствами и с лечением пациентов? Смотрите, любая медицинская помощь, да, в первую очередь, она имеет адресный характер. То есть, если человек у нас получает у нас лечение, значит, он состоит у нас на диспансерном наблюдении. Пациенты, они сдают те необходимые лабораторные анализы, также, помимо этого, они посещают врачей не реже одного раза в три месяца. Но при этом также у нас существуют люди, которые отказываются от лечения, которые отрицают свой статус, и, соответственно, если человек отрицает свой статус, он не будет принимать препараты. То есть есть люди, которые не верят в то, что ВИЧ существует? Есть такие люди, к сожалению, да. Но также это вот определенная группа людей. Также, а есть люди, которые боятся того, что если они будут принимать препараты, у них будут развиваться побочные эффекты. А эффекты есть? Ну, любой лекарственный препарат, в принципе, ведет за собой какой-то побочный эффект. Ну да, даже... Это, я думаю, что индивидуально, в зависимости от каждого организма. Поэтому восприятие, в принципе, у каждого свое. Ну, опять же, это такая тяжелая работа, такой психологический момент, когда человеку нужно донести, во-первых, что вот такая жизненная ситуация с ним сложилась, ну и, соответственно, нужно также сделать ему такой посыл к тому, что теперь ему нужно принимать эти препараты каждый день. О том, что теперь у него будет такая жизнь, которая не изменится, в принципе, за исключением каждодневного приемного препарата. То есть это на автомате должно быть? Да. Ну, что касаемо обеспечения, то наши пациенты обеспечены препаратами в полной мере. То есть если люди живут в отдаленных районах, есть даже люди, которые живут у нас в других странах, то мы выделяем им препараты уже, если не на месяц, не на три, даже до полугода. То есть наши пациенты, они полностью обеспечены, все определенные заявки у нас формируются заранее, поэтому этот вопрос у нас считается таким неоспоримым. То есть это, как говорится, наша святая обязанность обеспечить своих пациентов. Но я так понимаю, это бесплатное лечение? Конечно. Лечение пациентов наших осуществляется пожизненно и на бесплатной основе. Ну, если говорить о том, какой самый лучший способ избежать ВИЧ и СПИДа, то это, наверное, все-таки профилактика, правильно? Вот в качестве профилактики что лучше всего использовать? Понятно, да, что не пользоваться одним шприцом, а лучше вообще не принимать наркотики, потому что это зло, и защищаться. Но в целом очень мало информации у обычного человека, очень мало информации о том, какие пути передачи и как лучше всего вести себя для того, чтобы вообще избежать заражения ВИЧ. Сейчас перед нами стоит самая главная и важная задача – это как можно больше выявить ВИЧ-позитивных людей, да, и оказать им своевременную хорошую терапию. Есть вот такая стратегия, United 90-190, она является таким целевым индикатором для того, чтобы стабилизировать ВИЧ-инфекцию. То есть, простым языком говоря, если расшифровается эта аббревиатура 90-190, то можно сказать так, да, 90% у нас из населения должны быть обследованы и знать свой ВИЧ-статус. Из этих 90% ВИЧ-позитивные люди должны принимать антиретровирусную терапию. Из 90% принимающих антиретровирусную терапию должны достигнуть супрессии. Что такое супрессия? Это когда эффективность наших антиретровирусных препаратов исчисляется неопределяемой нагрузкой. То есть, наша же задача – как можно больше охватить население тестированием. И тестирование мы проводим. У нас тестирование проходит по такими акциям, как «Узнай свой статус». И если, например, человек обследовался и узнал, что он ВИЧ-позитивный, то не стоит огорчаться. Это уже первый шаг к лечению, к хорошей жизни. И лечение у нас предоставляется бесплатно. Также мы проводим различные лекции в учреждениях образования, медицинские советы. Оказываем организационно-методическую помощь. Также проводим круглые столы, координационные советы с учреждениями различных ведомств. Проводим различные акции с масштабным тестированием, компанией. И в основном много информации переходит через средства массовой информации. Также мы выходим на различные эфиры и освещаем эту проблему. И самое главное, что должно знать население, что нужно знать пути передачи. Повторюсь, это половой путь при незащищённом половом контакте, парентеральный через кровь от заражённого человека и вертикальный путь от матери к плоду. Всё, больше никаких путей передачи не существует. И самое главное, чтобы обезопасить себя, все мы находимся в группе риска. Любой человек и лицо, которое практикует небезопасный секс, рисковое поведение, находится в группе риска. Поэтому нужно всех призывать, предохраняться даже обычным презервативом. То есть он не только убережёт от ВИЧ-инфекции, но также от инфекции, передающейся половым путём. А лучше вообще упорядочить половую жизнь? Да, конечно. Просто я так понимаю, вы говорите узнать свой статус. Понятно, что если человек принимает наркотики, он с большой долей вероятности может осознавать, что он находится в группе риска, и ему нужно пройти тестирование. А обычный человек зачастую, наверное, может и не знать, что он ВИЧ-позитивный. И опасность-то в том, что ладно, ты не знаешь, но ты же заражаешь, получается, других. И как пройти тестирование? Вот, допустим, у человека есть подозрение, что он, не знаю, там где-то мог подцепить вирус иммунодефицита человека. Куда ему обращаться? Смотрите, обследование у нас можно пройти в любых медицинских организациях, да, и также у нас в Центре СПИ. Услуга оказывается совершенно бесплатно и на конфиденциальной основе, да. Если же вы хотите пройти у нас тестирование в Центре СПИ, то мы находимся по адресу улицы Мангильды, 134. Режим работы у нас с 8.30 до 16.12, и обеденный перерыв с 12.00 до 12.30. То есть в любое время вы можете подойти и сдать кровь. Процедура проходит в течение нескольких минут, да, на максимум 5 минут. Но я думаю, что раз в полгода можно выделить эти 5 минут, да, и удостовериться в том, что ты здоров. Ещё важное уточнение, важный вопрос уточнения по поводу анализов. Если человек, допустим, обращается в поликлинику, там, с простудой или что-то, у него берут кровь на анализ, там проверяют на СПИД кровь? Да, сейчас, смотрите, все пациенты, которые поступают на амбулаторное и стационарное лечение, согласно приказу, да, управления здравоохранения Кемата области, вот у нас относительно в прошлом году вышел 149, в этом году 35 приказ, да, согласно нему все поступающие на амбулаторное и стационарное лечение пациента проходят обследование на наличие ВИЧ-инфекции. То есть, и также у нас, если же раньше беременные проходили у нас, да, двукратно, это при постановке на учёт и на 28-30 неделе обследование, то сейчас мы привлекаем также и половых партнёров, независимо, в официальном они браке или в гражданском браке. Ну, на самом деле, я предполагаю, что это очень страшный удар для человека узнать о своём позитивном ВИЧ-статусе. И просто ставя себя на место такого человека, я не знаю вообще, как дальше жить, то есть вроде как, ну, везде говорят, да, это не приговор, да, там можно, но что делать дальше, потому что вообще как в этой ситуации быть, на начале теряется, какая-то работа вот в этом плане, в плане социализации ведётся для людей, кто узнал, что он заражён ВИЧ. Смотрите, сейчас существует такая тенденция, как спид-диссидентство. То, о чём мы с вами говорили ранее, да, когда человек отрицает свой статус. Есть группа людей, которые считают, что ВИЧ – это миф, которые говорят, что его не существует, и это выдумка фармкомпаний. И понимаете, да, к чему это приводит? Человек отрицает свой статус, человек отрицает существование спида, которое вследствие чего приведёт к летальным исходам. Человек не лечится, и человек не предохраняется. И важную роль, конечно, в данном случае играют не только их жизни. В данном случае также существуют заражённые ВИЧ-инфекцией дети, которые полностью зависимы от своих родителей. Вот этот самый такой глубокий именно момент, когда родители, отрицая статус свой, при этом отрицают статус своих детей, когда они подвергают их возможному инфицированию. И в данном случае, конечно, очень тяжело обыденному человеку понять, что чувствует ВИЧ-положительный человек. И в данном случае важную роль также играет и дискриминация. То есть если человека дискриминировать будет, он будет бояться, во-первых, раскрыть свой статус, будет бояться того, что люди откажутся от него, будут избегать его, будут бояться лишиться работы. Но, в свою очередь, это всё связано с тем, что всё-таки у нашего общества неправильное отношение к этой проблеме. Так как ВИЧ-инфицированные дети, они подрастают, они многие учатся в колледжах, институтах, и очень важно, чтобы они чувствовали себя комфортно. И в связи с этим работает команда у нас, как и психологов, команда врачей, социальных работников, которые уже заранее подготавливают, в принципе, не только детей, но и взрослые поколения к тому, что если они столкнутся с дискриминацией, это не они плохие, это просто общество не готово к этой проблеме. И, конечно же, у нас оказываются все услуги в этом плане, но это, в принципе, также многое зависит и от семьи, от окружения. Насколько окружение отреагирует и сможет поддержать в нужную минуту своего близкого человека. У нас буквально пару минут осталось. Давайте картинечка о том, как вы сами относитесь. Вам по работе приходится сталкиваться с ВИЧ-положительными людьми, и как у вас изменилось отношение вообще к этой проблеме, и что вы посоветуете другим людям, если вдруг они узнают, что кто-то из близких столкнулся с этой проблемой? Ранее до того, как я устроилась в Центрспит, я никогда не думала и не задавалась вопросами, коснется ли меня ВИЧ-инфекция, будут ли меня окружать люди с ВИЧ-инфекцией, как им живется, и подобными вопросами. Но устроившись на работу и проработать совсем не много времени, я поняла, что ВИЧ-позитивные люди не совсем опасны. Они такие же люди, как все остальные. Единственное отличие – это наличие вируса в их организме. И что пожелать населению? Это самое главное – быть здоровыми, обследоваться, и жить размеренно, спокойно. Всего самого наилучшего. В свою очередь я соглашусь с Ильей Талгатовной о том, что мы, в принципе, будучи молодыми специалистами, когда еще учились в университете, никогда не задумываешься о том, ты знаешь о том, что, да, действительно, ВИЧ-инфекция, в принципе, как и любое другое заболевание, да, они существуют, но что есть такие чудодейственные, как говорится, ситуации, препараты, которые могут способствовать тому, что ВИЧ-положительный человек может, помимо того, что иметь счастливую семью, могут люди иметь здоровых детей, что они могут прожить долгую счастливую жизнь. К сожалению, раньше я никогда не задумывалась об этом. Как и любой человек, как общее население, я думала, что да, это существует где-то в другой стране, на другой планете, но точно не у нас. И не рядом. И не рядом, это точно. А когда ты уже сталкиваешься, как говорится, бок о бок с этой проблемой, то ты начинаешь жить этим и проникаешься. И всё-таки понимаешь, насколько же чудесна жизнь, и что за неё необходимо бороться. И поэтому хочется нашему населению пожелать крепкого здоровья и сказать о том, что знание не только о ВИЧ-инфекции, в принципе, а вообще знание – это первый путь на пути к предотвращению какой-либо опасной ситуации. И это основной путь к тому, чтобы прожить долго и счастливо. Ну что ж, время нашего эфира подошло к концу. Мы постарались рассказать о наиболее важных проблемах, связанных с профилактикой и борьбой с синдромом приобретённого иммунного дефицита человека. Самое главное, на мой взгляд, нужно помнить, что ВИЧ – это не приговор. И что существуют центры, куда вы можете обратиться, люди, специалисты, которые в любом случае помогут, поддержат и скажут, как жить дальше. И вот, пожалуйста, свидетели, которые говорят о том, что можно иметь счастливую семью и прожить не менее счастливую жизнь, чем ВИЧ-отрицательные люди. Так что берегите себя, не болейте. С вами был Роман Попов. До новых встреч в эфире.